Девчонки, всем большой привет! Рада вас приветствовать на моем канале! И сегодня будет такое коротенькое видео, потому что я решила сделать небольшой подарок одной из вас, одному из моих подписчиков. И как вы уже видите перед собой, я подготовила вот такие вот фигурки из жидкого полиуретана, которые я отлила в тех молдах, которые у меня были. И также подготовила вот такую вот кучку вырубки, которую хочу подарить одной из вас. Я сейчас вам покажу поближе то, что я для вас приготовила. В принципе, здесь как бы ничего такого особого, да, немножечко таких расходных материалов для нашего творчества. Я уже давно ничего не разыгрывала, ничего не дарила на своем канале, поэтому будет такой маленький подарочек. Особо никаких условий нет, вы просто напишите мне в комментариях, что вы участвуете. И также, понятное дело, вы должны быть подписаны на мой канал, ну и чтобы я могла это проверить, то подписки ваши должны быть открытыми. Ну и не обижайтесь, но подарок будет разыгран по Украине, потому что, как вы понимаете, себестоимость самого материала, да, здесь небольшая, а доставка обойдется очень дорого. Тем более, девочки из России, блогеры российские частенько что-то разыгрывают, та же вырубка, разыгрывала Лена Поль, разыгрывала Лена Босс, вот то, что я как бы не так давно видела. И они разыгрывали по России, поэтому я хочу предложить по Украине эту конфетку. Вот, так что, наверное, на недельку этот, это видео, этот розыгрыш, да, где-то через недельку проведу, но точную дату я напишу под видео. Все будет зависеть от того, какого числа выйдет именно это видео. Ну и сейчас поближе вам здесь все покажу. Давайте пройдемся по полиуретановым фигуркам. Напомню, что фигурки из жидкого полиуретана, они такие по своему качеству, как пластиковые фигурки, то есть они очень плотные, они не поломаются, но единственное, что они имеют желтоватый оттенок, но их можно покрасить. То есть я эти фигурки крашу, в том числе я делаю имбосинг, делала уже по краске, вот эти вот выделяла, например, на этой рамочке эти выпуклые элементы, получалось очень красиво и здорово, поэтому я думаю, что вы также с этим справитесь. Итак, я положу вам в подарочек вот такую вот рамочку и вот такую вот квадратную, это, наверное, мои самые любимые фигурки. Также вот такой вот компас, это из самодельных молдов, также из самодельных молдов будет вот такой якорь и маленький наперсток. Честно говоря, сделала и делала я вчера эти фигурки и у меня получилось очень много выбраковки, не знаю уж почему, то ли потому что полиуретан у меня уже давненько лежит, но было много пузырьков и те фигурки я, конечно же, выбросила. Также будет вот такое вот гнездышко с птичкой, птичка, которая сидит на яичках. Два вот таких уголка больших, два уголка поменьше, вот такой вот аист с ананасиком в клюве, такие вот маленькие ножки для детского альбома, колясочка, птичка, кстати говоря, птичек было еще две, наверное, они куда-то на столе завалились, я их обязательно найду и доложу. И еще одна вот такая вот маленькая булавочка с сердечком, это что касается фигурок. Также я сделала вырубку, я, конечно, сделала не все ножи, которые у меня есть, но сделала те, которые, наверное, сама больше всего люблю использовать. Здесь китайские ножики и преимущественно ножики спеллбиндерс, конечно, отколупывать их было очень сложно, поэтому я постаралась сделать для вас все-таки то, что я сама люблю использовать в работе. Такая вот большая квадратная рамочка. Далее, это из одного набора рамочки, вот такая вот ажурная рамочка, такая маленькая, это то, что как бы отсюда шло, серединочка такая вот еще из нее. Далее, вот такой вот элемент, который я подрезаю и делаю из него цветочек, такой вот завиточек. Далее, это уже известная всем кинопленочка, новый мой ножик. И из нее вот эти три прямоугольничка, которые выпали, также здесь они будут. Далее, вот такой вот элемент, такой завиток, бабочка, такой вот квадратик. Это тоже самый маленький элемент из набора рамочек. Далее, рамочка. Такая вот рамочка. Я всю вырубку сделала белого цвета, потому что это универсальный цвет, я думаю, что его можно применить в большинстве работ, и при желании его всегда можно затонировать или покрасить. Также вот такая вот большая рамочка. Вот так идет, как серединка из нее, но их спокойно можно и нужно использовать отдельно. Далее, вот так, из этого же набора. Серединка из вот этой рамочки. Далее, вот такой вот тяжик. Слушайте, только началась снимать видео, сразу кто-то стал гудеть. Никто не делал ремонт до этого. Вот такой вот фоновый, красивый элемент ажурный. Такой, такой. Далее, такие вот веточки. Салфеточка. Такой вот завиточек. К нему где-то еще есть парный, да, вот он в обратную сторону. Вот такие вот уголочки. Вот они. Также такое. Такая бабочка. Еще один такой интересный завиток. Цветочек. Далее укропчик. Такие листочки. Розочка. Листики вот такие от этой розочки. Еще. Еще. Листики. Далее. Не соединились они у меня. Снова фоновый. Фоновый ножик. Вот такая вырубка. Пол салфетки такой крупной. Рамочка смайл. Побольше ажурная рамочка. Такая салфеточка. Такая. Такая большая ажурная салфетка. Вот такая вот огромная рамочка. Посмотрите, с ладошкой моей. Это, наверное, самый большой нож, который у меня есть. И еще одна вот такая вот тоже большая рамочка, вырубка. И вот еще здесь один вот такой вот завиточек. Так что вот такая вот вырубка. Надеюсь, что эта моя конфетка кому-то придется по душе. Если да, то пишите слово «участвуй» в комментариях. Скоро снова увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok